Девушки отдыхают В гостинице конечно, хотя у меня аллергия на этих швейцаров и всегда чем-то недовольны горничных Да, это вам не домашний уют, а казенный? Ну что же делать, придется терпеть Вы знаете, у меня есть блестящая идея, вы вот с вами всю дорогу о чем говорили? О братстве Верно, я вам о братстве во Христе, а вы мне о том, что партия ваша это то же самое братство Только у нас во главе Христос, а у вас Ленин Правильно, партия это то же самое братство, как и моральный кодекс строителя коммунизма гласит Человек человеку друг, товарищ и брат, верно я говорю? Это Иван Яковлевич, только красивая теория, а я предлагаю перейти от слов к практике, к делу Вы вот скажите, большая в Алмате партийная организация? О, конечно, думаю тысячи, десятки тысяч И все эти люди ваши братья по партии? Да, конечно Так я предлагаю переночевать у кого-то из ваших родственников У меня здесь нет родственников, а жаль, как было бы кстати Почему же нет, Иван Яковлевич? Разве брат это не родственник? Пусть даже по партии, так сказать, по Ленину, но ведь брат же Ты шутишь что ли? Кому мы здесь нужны? Как кому? Это же ваше братство Зайдите в любую организацию, в любой дом, спросите, кто здесь коммунист? Я вот брат, мол, ваш, по бизнесу приехал, поживу пару дней у вас Ты что же, Аня? Они же нас в психушку сдадут И там нас примут без очереди, будь уверен, как тяжело больных И правильно сделают И это вы называете братством? Жалко мне вас, Иван Яковлевич, хороший вы человек, добрый, порядочный А вот что такое настоящее братство, вам и неведомо А давайте я вам покажу сегодня, что такое братство во Христе Мы сегодня переночуем у моих родственников Да ну, Евгений, поехали лучше в гостиницу Кому мы нужны на ночь глядя? Или у тебя здесь действительно настоящие родственники? Нет у меня здесь родственников Ну, есть только адрес дома молитвы Сейчас заедем туда, узнаем адрес верующих, живущих рядом Посмотрим, что будет дальше Действительно, через полчаса Белая Волга остановилась возле дома недалеко от церкви Слушай, Женя, неудобно как-то Ты что, действительно не знаешь этих людей? Во всяком случае, никогда я их раньше не видел Но это мои братья и сестры Вон уже выходят Мир вам, приветствую Приветствую Вы брат? Да, конечно, брат Мы вот с Иваном Яковлевичем по работе приехали И нам переночевать негде Вы уж извините нас, что так поздно О, проходите Никаких проблем Мы всегда рады гостям Машину только во двор загоните Чтобы беды не случилось И проходите в дом Ну что, гости дорогие Давайте знакомиться Меня Женя зовут А это мой директор Иван Яковлевич А меня Олегом И давайте сразу на ты Мне так проще и привычнее Как вы? Согласны? Конечно Проходите А это вот семья моя Жена Наташа У нас двое деток Младшая спит уже А это мой старший Сашок Здравствуй, Сашенька Здравствуйте, дяденька Видно было, что Иван Яковлевич был поражен Тем, что увидел Действительно, братство Мелькнуло в сознании Сам же он чувствовал себя неловко Маленький Саша Стоял перед ним широко открытыми глазами И видно, что-то хотел спросить Сашенька Ты, похоже, хочешь что-то спросить? А вы верите, дяденька, в Бога? Лицо директора залила краска стыда Как это он меня вычислил? Что ответить? Думал он Не хотелось сказать нет Но и сказать верю тоже было бы неправдой И может в первый раз в жизни ему стало стыдно За то, что он был коммунистом Как бы тебе это сказать, мальчик? Ложите, дяденька, правду Сашенька, ты прям как пастор Сразу о главном Не смущай дядю Вы уж извините Он у нас такой простой И искренний Очень общительный Так что бывает с ним и хлопотно Ничего-ничего Прекрасный ребенок Я тебе, Сашенька, отвечу Наверное, я начинаю верить Как ты думаешь? Это хорошо? Очень хорошо Саша, иди спать ложись Давай быстренько А читай книжку и молиться Один помолись Видишь, у нас гости Иди, иди Вот видите, какой он растет Всего четыре годика ему А рассуждает, ну, прям как взрослый Ну, проходите сразу в зал Пока Наташенька стол накроет Через короткое время Все были за столом и ужинали Потом долго еще сидели в мягких диванах В зале и беседовали Перед сном гости приняли душ И легли отдыхать Иван Яковлевич долго не мог заснуть Лежа с открытыми глазами Никто не знает, что происходило в его душе Но доброе семя было посеяно в его сердце И даст Бог, оно принесет плод спасения Женя же наш засыпал Отдавшись сладостному чувство встречи с родственниками Очень близкими сердцу И еще счастье заливало душу от того Что сам Господь, царь царей Является его самым близким родственником Отцом Ближе некуда И он же спаситель души От этих мыслей счастье переполняло душу И Женя так и заснул, погрузившись в это блаженство Буду жить под защитой твоих крыль Буду я в мире Божьей любви Ночь настанет, но я не убоюсь Когда я под защитой твоих крыль Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok